МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости региона коротко, оперативно, достоверно. Это информационная программа День в студии Илья Захаров. Здравствуйте. И вот ключевые темы выпуска. Как обеспечить питьевой водой всю страну? Глава Ставрополья на заседании Госсовета России озвучил доклад проекта «Чистая вода». Земельный вопрос испортил отношения между односельчанами. Почему жители Козинки вместо подготовки к уборке погрязли в судебных дрязгах, разбиралась Кира Рогожина. Ставропольские медики внедрили метод исследования, который раньше в крае у нас не использовали. В чем его суть? Подробности у Джамиля Ибрагимовой. А теперь подробнее об этих и других новостях выпуска. Глава Ставрополья представил итоги работы подгруппы Госсовета России. Напомню, по решению президента страны Владимир Владимиров включен в состав президиума Госсовета в январе этого года. Он возглавляет подгруппу по реализации федерального проекта «Чистая вода». Документ сформирован по итогам деятельности всех рабочих подгрупп. Владимир Владимиров подчеркнул, что работа велась с учетом поручения президента России обеспечить 99% сельских жителей качественной питьевой водой. Пока до этого показателя еще далеко. Сейчас обеспеченные жители страны централизованным водоснабжением составляет 87%. Почти 6 тысяч населенных пунктов централизованным водоснабжением не обеспечены. В них проживает порядка 7,5 миллионов человек, это 5% населения России. 4,5 тысячи населенных пунктов. Есть проблемы без перебоя на подаче воды, это 10 миллионов человек. И 74 населенных пунктов с населением более 100 тысяч человек не имеют резервного водоснабжения. Среди разработанных предложений есть инноваторские инициативы. И одна из таких создание двухтрубной системы водоснабжения в селах. Это позволит отдельно от чистой питьевой поставлять воду для технических нужд. Также предложены меры по сокращению износа водопроводных и канализационных сетей водоочистных сооружений. Работа над проектом доклада будет продолжена. В краевом центре коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия аварии на городском коллекторе. Ситуацию держит на личном контроле губернатор Владимир Владимиров. Напомню, в выходные в районе перекрестка улиц Даваторцев и Шпаковская прорвало канализационный коллектор диаметром 1 метр. В результате происшествия оказались подтопленными подвалы двух жилых домов. Мы следим за ходом восстановительных работ. Вот как их прокомментировали в городском водоканале. На канализационном коллекторе по улице Даваторцев 42А очаг локализован. Приступили к восстановительным работам. Сотрудники городского водоканала раскопали и вычистили коллектор. Удалось устранить место забоя. Сейчас приступили к монтажу нового канализационного коллектора на данном участке. Выйти нельзя остаться. Вот уже больше года жители села Козинка, что в Андроповском районе, не могут расставить знаки припинания в этом предложении. Часть пайщиков хочет расторгнуть договор аренды с нынешним сельхозпредприятием, которое работает на их земле. Подавляющее же большинство выходить не собирается. Что не дает соседям договориться, разбиралась Кира Рогожина. В 2018 году в это время уже шло полностью полевые работы. Тракторист Андрей Евтушенко рассказывает, что лично он уже вовсю готовит свою технику к началу полевых работ. Уверен, что всем удастся договориться, и земля станет опять, чем ей положено, кормилицей, а не предметом судебных споров. В суд обратились несколько соседей. Мария Ивановна Демьяненко, одна из них. У нее три пая по ним она получала компенсации за земельный налог и налог на прибыль, а также зерно. С 2011 года арендатор этих земель компания Севкафагра. По словам пенсионерки, своих обязательств фирма не выполняла. Тогда-то якобы и возникла идея расторгнуть договор. За землю мы начали с 2016 года. Как увидели, что наше предприятие уже, как говорится, слабеет, зарплаты не выплачиваются, налоги не выдаются, зерно очень плохое выдается, отходы. И вот мы стали добиваться. Соседи не осуждают односельчан, хотя их оценки работы хозяйства совсем другие. Говорят, жили и бед не знали. Зерно, как они писали в этом письме, не тонну 200 давали, а две 300 давали. Зерно было нормальное. Для хозяйства оно пойдет. Нигде в договоре не было прописано, что вам будут давать чистейшее зерно. У нас прописано, говорим, фуражное зерно. Фуражное, да. Ну вот. Это во-первых. Во-вторых, они написали, что мы ездим за хлебом в район куда-то. У нас на селе три магазина. Четыре. Своя пекарня. Всегда хлеб горячий и привозят и с невинки, и с курсавки там хлеб привозят и свой хлеб выпекают. А еще в селе чистые, ухоженные дома, неплохие автомобили. Есть две школы, детский сад, почта, клуб и амбулатория. Есть и молодежь, которая работала на предприятии до прошлого ноября. Мы в данный момент, вот в основном вся эта масса людей собралась, чтоб наша земля работала, селася, пахалась и дети наши работали. А чего они добиваются? Ну дележка, видишь идет дележка. Мы лично хотим остаться в этом хозяйстве. Пусть придет другой арендатор, а у них, да, пусть, пусть сейчас, если этот нас, сейчас уже как, он банкрот, не будет с нами работать, другой придет арендатор. Нам лишь бы была работа, нашим детям, и нам точно так же выдавали эту шнатуру оплаты. Ничего не надо. Вообще в аренде сейчас больше 1200 паёв. Это земельный участок почти в 9 тысяч гектаров. Изначально на землях работало предприятие «Надежда». В 2011 году оно переуступило свои права севкофаграм. Летом 18-го компания обанкротилась. На смену ей пришел нынешний арендатор, агрокомплекс Прикумский. Начал работать. По итогам года он рассчитался спайщиками поля за сейлозимыми. Довольно, правда, оказались не все. Но расторгнуть договор досрочно они не смогли. Нет оснований. Решили идти в суд, чтобы доказать, что самый первый договор, заключенный еще в 90-е с надеждой, был недействительным. По имеющейся информации суд не нашел основания для признания незаконным первичного договора аренды. Решение суда я под сомнение не ставлю. Если та или иная сторона не согласна, есть порядок обжалования этих действий, с чем, насколько нам известно, они сейчас и воспользовались. Пока идут судебные тяжбы, Мария Ивановна и несколько ее единомышленников уже якобы нашли себе нового арендатора, согласно работать на их условиях. Мы составили сами договор. Вы понимаете, мы сейчас же умные. А ну, четыре года лбом стенку бить. Мы составили сами договоры. Сами арендную плату составили. Мы продумали все пункты. Он сказал. Он согласился. Да, согласился. Сельское большинство считает, что все должно идти по закону. В том числе по закону земли, где есть веками прописанные циклы – удобрять, пахать, сеять, убирать урожай. И никаких политических спекуляций. Правы те, кто хочет сам распоряжаться своими паями и борется за это. И те, кто хочет остаться в агропредприятии. Районы администрации это хорошо понимают. И сейчас свою основную задачу видят в том, чтобы помочь людям найти компромисс. Муниципальные власти пригласили все заинтересованные стороны за стол переговоров. И надеются, что им удастся договориться. Мы все время с людьми работаем. Все время находимся с ними в тесном контакте. По всем, по всем, по всем вопросам. Если что, они сразу же звонят и стараемся. Вот где возможно, то стараемся оказать им помощь и содействие. Будем пытаться искать выходы из создавшейся ситуации совместно. Тем временем считанные месяцы остаются до начала страды. Но если в ближайшее время поля не засеют, то и убирать будет нечего. Тогда проиграют все. В земельных перипетиях разбирались Кира Рогожина и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Надеемся, что жителям села Козинка все-таки удастся найти компромисс. А пока переходим к новостям медицины. Операция старая, исследование новое. В Ставропольской краевой больнице начали внедрять метод, который раньше у нас в регионе не использовали. Он называется иммуногистохимия. В чем его суть и как он поможет при лечении рака? Джамиля Ибрагимова провела день в белом халате. Здравствуйте. Как свое чувство? Хорошо. Мы готовы? Да, готовы. Ольгу Шкалеву привели в больницу острые боли в правом боку. Вердикт врачей – нужна операция. Девушки удалили кисту яичников. После операции прошло пару суток, а она чувствует себя так, словно и не была на операционном столе. Сейчас спокойно прогуливается по коридорам больницы и готовится к выписке. Операция тоже прошла хорошо, она проходит недолго. После нее достаточно быстрое восстановление. Ольга – одна из первых у нас в крае, на ком испробовали новый метод. А после нее – еще на нескольких женщинах. Сейчас пациентки удаляют кисту яичников. Это операция для стабропольских медиков НИНАВА. Уникальность здесь другое – то, что удаленную кисту почти сразу же отправят на гистохимические анализы. И вот такого в крае у нас еще точно не было. Метод иммуногистохимии давно вышел из разряда только научных. Теперь его вовсю тестируют на практике. По всей стране медики называют его сложным, перспективным и незаменимым. Его суть в том, что удаленную кисту отправляют в специальную лабораторию, где ее изучают врачи-гистологи. Долго, детально, кропотливо. Так медики понимают, какая перед ними опухоль – доброкачественная или злокачественная. И не только. Этот метод позволяет определить органную принадлежность, метастопервничная или опухоль, метастатическая или опухоль. И также спрогнозировать дальнейший прогноз по заболеванию и подобрать лечение. Раньше обходились только гистологическим исследованием. Оно оказывалось не всегда точным – был высокий процент ошибиться. Новый метод – это минимум погрешностей. А еще он работает как сильнодействующее успокоительное для женщин, которые хотят в будущем еще рожать детей. Идет исследование иммуногистохимическое, которое подтверждает, что нет злокачественных никаких клеток, что опухоль полностью доброкачественная, что позволяет женщине дальше планировать беременность, жить, работать, трудиться и не требует каких-то калечащих объемных операций. Или же наоборот, этот метод поможет предпринять меры пока еще не поздно. Врачи смогут назначить дополнительное лечение для женщин. К слову, иммуногистохимия – исследование, которое не щадит кошельки. Не все могли позволить себе такое. Теперь в краевые больницы исследования будут делать по медицинскому полису бесплатно. Ну а медицинские термины попытались усвоить Джамиля Ибрагимова и Владимир Ходрев. Ставропольское телевидение. Продолжаем выпуск. Ставропольских должников навестят автоинспекторы и приставы. Под пристальное внимание проверяющих попадут водители с неоплаченными 30-тысячными штрафами за нетрезвую езду. Таких в крае на данный момент более 4-х тысяч. Еще около 2-х тысяч ставропольцев не торопятся раскошелиться за другие нарушения ПДД. У некоторых многотысячные задолженности за превышение скорости. Чтобы заставить всех заплатить, в крае с 27 марта сотрудники ГАИ и службы судебных приставов проведут операцию «Должник». Участники рейдов навестят дома и на рабочих местах задолжавших ставропольцев. Кроме того, проверят, соблюдают ли лишенные прав водителям судебные санкции. Автоинспекторы выяснят у каждого наказанного, где находится его машина. Рейды пройдут также и на дорогах. На постах выставят видеокомплексы дорожный пристав, которые помогут распознать в потоке автомобилей автовладельцы должника. Кстати, лихачам тоже придется смирить пыл. На Ставрополье стартует очередной этап операции «Скорость». Он пройдет на участке трассы «Кавказ». Рейды организуют в круглосуточном режиме. Что еще произошло в крае, расскажем в оперативной сводке. Фатальная ошибка. В Нефтекумске будут судить бывшего инженера-технолога, серьезно нарушившего требования промышленной безопасности. В августе прошлого года во время ремонта на бурильной установке нефтяной скважины мужчина не произвел замеры газовоздушной среды и приказал бригаде продолжать работы. Утром произошел выброс газонефтяной смеси. Затем ее возгорание. В результате двое рабочих погибли. Еще один получил тяжкий вред здоровью. Ирония судьбы. На Ставрополье бывший сотрудник колонии сам угодил за решетку на два года. Его обвиняют в мошенничестве. По данным следствия и суда, подозреваемый узнал, что в отношении одного из осужденных направлен материал об условно-досрочном освобождении. За 200 тысяч рублей он пообещал оказать содействие в решении вопроса. Указанную сумму собирался получить от гражданской супруги мужчины. Во время передачи денег его и задержали сотрудники краевого управления ФСБ. Мертвые души. Директора детского сада в Михайловске подозревают в мошенничестве. Женщина оформила на различные вакантные должности обслуживающего персонала пятерых граждан. При этом работать они не собирались. Зато зарплату получали исправно. А также другие выплаты, которые подписывала директор. При этом имеет доступ к банковским картам, на которые перечислялись деньги в течение пяти лет. В общей сложности женщина похитила более 1 миллиона 600 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело. Не очень-то леди. В Ипатовском городском округе сотрудники госавтоинспекции задержали пьяную женщину-водителя. Автоинспекторы заметили автомобиль, который ехал по обочине. Остановили его. За рулем была местная жительница. Она невнятно разговаривала и едва держалась на ногах. Полицейские предложили ей пройти на месте процедуру медицинского освидетельствования. Девушка искренне удивилась, когда прибор показал почти одно промилле. У вас установлено состояние алкогольного опьянения. Теперь ей грозит лишение водительского удостоверения, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Это информационная программа «День». Оставайтесь на своем и вот что вы увидите в ближайшее время. Плюс 6 новых направлений, 17 региональных направлений и много международных полетов. Аэропорт «Минеральные воды» открыл летнюю навигацию. Куда полетим, выяснял Алексей Форсиков. Вы в курсе, что у вас нарушены сроки перерегистрации на два месяца? Оружие храниться у вас по этим нарушениям не может, мы его изымаем. Как не лишиться права на оружие? Сотрудники Росгвардии проводят профилактический рейд в краевой столице. На Ставрополье будут выращивать больше ягод и фруктов, а в Невиномыске начали выпускать оптоволокно – обзор самых интересных краевых событий. Шесть новых региональных направлений и регулярные международные рейсы. Аэропорт «Минеральные воды» перешел на летний график полетов. Куда летим, знает Алексей Форсиков. Авиаперелеты в цифрах и фактах. Аэропорт «Минеральные воды» – 34 направления, 15 международные, 19 региональные и внутренние рейсы. А в этом сезоне их станет еще больше. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной началу летней навигации. Новинки в этом сезоне – это рейсы в Оренбург, Саранск и Челябинск. У нас хорошей программой заходит авиакомпания «Азимут», которая будет выполнять рейсы в Калугу, Курск, Ростов-на-Дону и Челябинск. И также авиакомпания «Руслайн», которая будет выполнять в этом сезоне рейсы по четырем направлениям. Это Сочи, Саранск, Нижнекамск и Брянск. Рейсы в Саранск, Нижнекамск и Брянск будут субсидированными. Правительство Ставропольского края также занимается разработкой программы субсидированных перелетов. Для того, чтобы цена на билет была доступна, есть субсидирование субъекта. То есть какую-то часть затрат берет на себя бюджет края. Если он летит, например, с Коми, то бюджет Коми участвует и бюджет на паритете Ставропольского края. Тогда билет стоимость будет не 15 тысяч, а 5 тысяч. Это хорошо и для жителей края, и для тех, кто летит к нам. На курорты Кавминвод привлекаем больше отдыхающих. О том, что скидка на авиабилеты от государства на самом деле работает на развитие внутреннего туризма, говорят цифры. Вот, к примеру, статистика региональных полетов в минеральные воды за прошлый год. Ростов-на-Дону небольшой прирост, но он есть, это 1,8%. Саратов 6,6%, Челябинск 22,5%, Тюмень 4,6%, Красноярский край 14,3%. В Волгоградской области в прошлом году был рейс, вот летал туда самолет. Прирост у нас с 2018 года к 2017 года больше 300%. На курорты Некрасандарского края из минеральных вод тоже можно будет улететь регулярными рейсами. Для тех, кому нужен берег турецкий, есть ежедневный рейс в Стамбул. Для тех, кому Африка не нужна, раз в неделю самолеты на Кипр, в Ларнаку. С той же частотой рейс в Тель-Авив и чартерные программы в Грецию и Турцию. Летнее расписание начинает работать уже с воскресенья, 31 марта. Отпуск планировали Алексей Форсиков и Антон Красов, Ставропольское телевидение. Любителям пошуметь, возможно, придется привыкнуть к новым правилам. Депутаты Ставрополья предложили ввести в городах тихий час. С такой инициативой парламентарии выступили после жалоб от пожилых жителей края, инвалидов и родителей с маленькими детьми на то, что днем трудно отдохнуть из-за шумных соседей или стройплощадки за окном. Депутаты, представители администрации городов Ставрополья и надзорных ведомств согласились, что в регионе необходимо ввести норму о двух часах обеденной тишины. Ими могут стать промежутки с 12 до 14 или с 13 до 15 часов. При этом депутаты отметили, что нужно определиться, что конкретно входит в список шумных действий. В каких ситуациях закон не должен препятствовать работе. Например, устранению аварии или строительству стратегического объекта. Кстати, в крае есть закон о тишине, но работает он лишь ночью. По словам парламентариев, в этой части удалось добиться положительных изменений. Теперь нужно разобраться и с дневным отдыхом жителей региона. К другим темам. На Ставрополье зарегистрировано более 75 тысяч владельцев оружия. Однако обращаться с ним умеет не каждый. В прошлом году в крае аннулировали более полутора тысяч лицензий и разрешений. Что нужно для того, чтобы не лишиться права на оружие, узнавала Яна Лукошкина. Стать владельцем оружия по закону можно уже в 18 лет. Но просто так зайти в магазин и купить его не получится. Придется пройти разные инстанции, чтобы получить лицензию на приобретение оружия. А после еще и разрешение на его хранение и ношение. Для того, чтобы приобрести оружие, гражданин должен пройти в первую очередь медицинское свидетельствование об отсутствии противопоказаний для владения оружием. Пройти тест на наркотики, об отсутствии в организме наркотических и психотропных веществ и их метаболизмов. Также, если он в первый раз приобретает, ему нужно пройти курс обучения по программе «Безопасное обращение с оружием». Однако и это еще не все. Каждые пять лет любители оружия должны подтверждать свою пригодность к владению им. В противном случае оружие будет изъято сотрудниками Росгвардии. Они, к слову, внимательно следят за своевременным обновлением разрешений. Вы в курсе, что у вас нарушены сроки перерегистрации на два месяца? Оружие храниться у вас по этим нарушениям не может. Мы его изымаем, вас привлекаем к административной ответственности, даем вам сроки на устранение. Вы собираете пакет документов, продляете его и забираете. В краевом центре владельцы оружия стали более дисциплинированными. Количество правонарушений снизилось практически вдвое. Это более 10 тысяч владельцев оружия, которые проживают на территории города Ставрополя, и около 50 юридических лиц, в пользовании которых находится служебное оружие. Это в основном гладкоствольное оружие охотничье, оружие самообороны, карабины с нарезным стволом. Граждане стали более ответственны к своему оружию и приходят к тому, что владение оружием является не только правом граждан, но и большой ответственностью. Сотрудники Росгвардии напоминают о том, что незаконно хранящееся оружие можно сдавать в их отделение. За каждую единицу выплачивается денежное пособие. Сознательные граждане, которые добровольно сдают оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Яна Лукошкина, Алексей Форсиков, Антон Красов, Олег Исаев, Ставропольское телевидение. В краевом центре насчитывают свыше 4 тысяч должников, которые не выплатили кредиты банкам. В совокупности это миллиарды рублей, которые должны помочь вернуть кредиторам коллекторские агентства. О тонкостях и специфике их работы расскажем в следующем сюжете. Забыли, не знали, потеряли работу и оказались в сложной жизненной ситуации. У каждого должника своя история, которая в итоге привела его к коллекторскому агентству, организации, взыскивающей просроченные задолженности. Однако коллекторов, с которыми связано так много стереотипов, опасаться не надо. Сегодня здесь делают все, чтобы погашение долга было удобным в первую очередь вам. Основной задачей нашей компании в настоящее время является создание максимально благоприятных условий для погашения задолженности. То есть компания готова предоставить максимально допустимые графики для клиента. Они весьма лояльны, в том числе и с прощением части суммы долга. В том случае, если клиент сам обращается в компанию, индивидуальный подход, соответственно каждый сотрудник подбирает для него максимально допустимый график. По данным Центробанка, на 1 января 2019 года в Савропольском крае было выдано кредитов на сумму 164 миллиардов рублей. Это на 39% больше, чем в прошлом году. Тем временем сумма долгов по ним внушительная – 14 миллиардов. Вернуть эти деньги банку как раз и помогают коллекторские агентства. Я прозваниваю клиентов, предлагаю им график подписания соглашения, вывожу людей на график, подбираю для них пассивный платеж, то есть ежемесячный пассивный платеж для них подбирается. И приглашаю их в офис для того, чтобы закрепить наше устное соглашение письменно. Если связаться с должником по телефону не получается, коллекторы выезжают к нему домой. Если и это не дает результатов, дело передают в суд. Поэтому все же разумнее обсудить решение этой непростой проблемы с взыскателями и воспользоваться их помощью. Ведь выбраться из долговой ямы самостоятельно порой невозможно. Кроме того, такое сотрудничество может стать для вас выгодным. Тем, кто исправно выплачивает долги, прощают большую их часть. Яна Лукошкина, Антон Красов, Ставропольское телевидение. В Буденовском районе отремонтируют дороги. В Невиномыске запустили производство оптоволокна, а патриотический челлендж «Железноводска» поддержали в Сочи. Самые интересные новости края в нашем обзоре. Еще больше ягод и фруктов. На Ставрополе продолжается закладка суперинтенсивных садов. В Георгиевском, Минераловодском, Петровском городских округах, а также в Предгорном, Александровском и Шпаковском районах жителям предлагают выращивать сливу и черешню. Объем финансирования составит 80 миллионов рублей. Участвовать в эксперименте будут 200 личных подсобных хозяйств. Далее старт. Патриоты города-курорта Сочи первыми в стране откликнулись на акцию «Железноводска». Наши земляки предложили жителям России зажечь лампадки от вечного огня в их городах и отправить на Ставрополье. Завершится челлендж в канун Дня Победы. От привезенных из разных уголков страны лампадок жители и гости «Железноводска» зажгут свечи в память о героях войны. Вечный огонь из Сочи прибудет в «Железноводск» уже в четверг. Ям больше не будет. 14 муниципалитетов Буденновского района отремонтируют дороги за счет краевых средств. Выбойны, отсутствие наружного освещения и дорожных знаков. Эти нарушения угрожали безопасности движения. В настоящее время ведутся ямочные работы, а укладка асфальта и нанесение разметки стартует с наступлением устойчивой сухой и теплой погоды. Новое производство. В Невиномысске начали выпускать оптоволокно. Предприятие изготавливает кабели с наполнением от одного до четырех волокон. Причем стоимость одного метра ниже, чем у конкурентов по стране. Благодаря этому ставропольцы смогут сэкономить на подключении к услугам интернета и цифрового телевидения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хотите знать больше о событиях на Ставрополье? Заходите на сайт stv24.tv и смотрите информационную программу День. Увидимся в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова